Сейчас я получаю груз сайта Алиэкспресс Делал уплений в одном из его терминалов Груз пришел из Китая Цель этой съемки Визуальный осмотр Визуальный осмотр Такое чувство, что он откручивается Мы даже дома будем смотреть Сейчас гружу я машину Так, вот я еще обратил внимание Попочки Крышка открытая Так, ну сейчас я пока претензию описать Не знаю что Не знаю комплектации Сейчас я на камеру все сниму Так, крышка открытая в общем Крышка открытая в общем Крышка открытая Крышка открытая Я сейчас не знаю, я сейчас поставлю груз в машину Отъеду вон туда И здесь скорее всего опись должна быть Или здесь мне смотреть Здесь надо Здесь надо Здесь надо Здесь надо Здесь 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 Не Ну Смотрите Просто Дело в том, что здесь Раскрыто И Если чего-то не хватает Комплектации То я потом же не докажу Правильно Поэтому Девчонок Давайте Давайте Вы Вызывайте В общем станок этот приехал Вот в таком состоянии Вы видели Все Сами Открытый был Видать на таможне Не посчитали нужным Закрыть по новой Ну да ладно Там я Две девчонки подошли С Из Компании Деловые линии Претензию Я не написал Потому что так Визуальный осмотр Показал, что Вроде Вся комплектация на месте Кстати Вот Ссылочку на этот аппарат Я дам под описанием В описании Под видео И там Кстати Можно и посмотреть Комплектацию Но у меня Так как С собой Ничего не было Я смотрел все На память Сейчас Давайте Будем Уже Как говорится Более подробностью Осматривать Это Видео Называется Просто распаковка Ничего я Делать с ним не буду Больше Просто распакую Потому что этот станок Ну вроде как Настройки он наверное не нуждается Но Требует установки Программного обеспечения Требует Компьютер Чтобы И компьютер Кстати Ноутбук Обыкновенный Не подойдет Сюда Нужен Как бы Стационарный Компьютер Чтобы Был параллельный вход Это Коробочки Пока Сейчас Вот Оставлю Так Оставлю Так 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 Сам аппарат В принципе Шел Недолго Доставка платная Вот Аппарат шел Недолго Но Продавец Отправлял Мне его Недели две Что Получилось Я Сначала Заказал Более слабенький Более дешевый Аппарат Хотя Это аппарат Я все говорю Аппарат аппарат А этот аппарат Называется Фрезерный станок С числовым Программным управлением Вот Ну Я его оплатил Значит Там 500 ватт Мне сначала я взял Такой Простенький Ну Не простенький А просто Как бы у него комплектация Попроще Да И Мощность Двигателя Шпинделя 500 ватт Потом Я немножко подумал И решил Доплатить И взять Более мощный Этот Уже Полтора Полторы тысячи ватт Конечно Он не обошелся В копеечку Вот Такая вот красота Теперь У меня Будет возможность Делать Улилейки На программе Нарисую программой Деталь Установлю сюда И Все И он будет точить Вот Я купил По дешевке Дешево Дешево Старенький Такой вот системник Но я его взял Как целиком Компьютер За 500 рублей По моему Весь комплект взял Шел системник Клавиатура Так Мышки не было И Вот эти Наушники Колонки Значит Монитор Я Расстрелял Безжалостно Вот Здесь вот Дам ссылочку На расстрел Монитора Потому что Монитор В монитор Смотреть Было невозможно Он Ребит Глаза Ребят Ребит Короче Зрение Быстро Садится Устают глаза Поэтому Я расстрелял Ну вот Друзья Я станок поставил на стол Для того Для того Чтобы более наглядно Можно было С ним ознакомиться Как бы Так Шпиндель Имеет Мощность Полторы тысячи ватт Полтора киловатта Значит Он Водяного охлаждения Вот они Две трубочки Подача И обратка Мне придется Прикупить Еще Маленький Насосик Аквариумный Для того Чтобы перед работой Насосик Опускать В емкость Какую-нибудь Ведро Или В кастрюлю С водой И чтобы Насосик Работал И качал воду Через Шпиндель И Обеспечивал Стабильный Тепловой Режим Так Ну в принципе Станок Станина Вот Как он называется Не станина А Предметный столик В принципе Довольно таки большой Больше чем формат А4 Поэтому Заготовку Можно Довольно таки Большую Ложить Сюда Здесь Метрики Такие Это Обеспечивают Защиту При Крайних При Крайних Положениях С Двух Сторон Так Ну вот В принципе Вот такой Станок Сама Посылка Весила По Накладной 37 Килограмм По-моему Если я не ошибаюсь Так Ладно Продолжаем осмотр Дальше Так Сейчас Мы посмотрим Комплектацию Сначала Маленькая Коробочка Так Это Просто Пленочка Такая Купырущитая Угу Вот это Ну это Крепления Все На предметный столик Заготовки Крепить Детальки Вот Идут Такие Так Вот Посмотрите Вот такие Вот Крепления Их тут Есть еще Вот такие Зажимы Так Вот Такие Еще Зажимы Сейчас Попробуем разобраться Как это все Работает Так Если пленочку Пленочку мне снять Придется все равно В любом случае Брать Это Кленочка Для транспортировки Только Так Ну вот эти Крепления Зажимы Они Как то вот так Крепятся Для того Чтобы Сначала Зажим Крепиться К предметному столику А потом Таким Таким вот образом Крепить Деталь Ну ладно Это мы потом Еще Вернемся К этому вопросу Когда Я буду Что-нибудь Изготавливать И покажу Более подробно Попробую сам И покажу Пока Я сейчас Рассказываю Вам это все На уровне Своих догадок Так Что же у нас В большой коробочке А в большой коробочке У нас Диск Один Кстати CDR Самопальной Записан Что-то китаец Написал Это тоже Кстати Не заводской Диск Ну это программное обеспечение Здесь Две программы Нужно Для Нормальной работы Одна программа Которая управляет Непосредственно Самим Прибором Станком А вторая программа Автокад Там по-моему Для того Чтобы И делать макеты Так Это я не знаю что такое А Понял Понял Это Это Вот Непосредственно Фреза Я думаю Это фреза по дереву Так Что-то Бинт там ругается Так Тут две фрезы Так Две фрезы Две фрезы Дальше что Вот она Вот это вот приспособление Для Автоматической Регулировки Шпинделя Перед работой Перед началом работы Надо Установить По вертикали По вертикальной оси Нулевое положение шпинделя Вот это вот Вот этот датчик Автоматически Как бы Это делает Ну ладно Это мы все проверим В работе Дальше Вот эти Вот такие еще зажимы Тоже Ну это все я потом покажу Конечно Это все И просто сейчас Сбивать комплектацию Смотреть Чтобы не тянуть резину Так Раз Два Три Четыре Еще четыре зажима В общем Дополнительно Так Еще фрезы Еще фрезы Опа Так Красная Ну это все по дереву Это по дереву Просто разных диаметров Они Такая вот фреза Потому что понимаю Что вот такие фрезы Они не могут быть По металлу Я хоть не специалист в этом Ну буду изучать теперь Интересоваться Теперь буду станочником Широкого профиля Так А это что за фреза Так А это что за фреза Ну вот они В общем тут разные Ребят я В фрезах Я в этом ни в чем не разбираюсь Я поэтому и Как бы все это Приобрел Для того Чтобы Научиться Так Ключики 13-15 14-17 Китайские Интересные такие С иероглифами Так Здесь что у нас Здесь что у нас Какой-то переходник Что-то то ли номер 6 То ли номер 9 Это я не знаю Ну Полагаю что это Зажимать фрезы Какой-то зажим Ладно буду Смотреть Разбираться Для крупных наверное Фрез Так Дальше Дальше Это все в сторону Значит Шнур сетевой Ну как у компьютера Такой же Так Всю фурнитуру я собрал в пакетик Пока в сторону Что тут еще Это у нас Сам Кабель Который Обеспечивает соединение От блока управления Блока управления То есть Самого станка с компьютером Здесь параллельный порт К ноутбуку не подойдет Поэтому Поэтому вот я и купил Компьютер такой Старенький Так Здесь еще что у нас такое Еще какой-то шнур Тоже какой-то кабель А Так Так А этот кабель у нас От станка От станка до Блока управления наверное Идет Так Сейчас посмотрим Вот он сам блок управления Так Тут ничего нету Блока управления Так Блока управления Включить и выключить Это кнопка экстренной остановки Я так понимаю Так А это наверное Скорость вращения шпинделя Ну это чисто мои догадки конечно Так Так Вот Вот Здесь От станка Станок трехосевой Вот 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 Сюда Так Потом что у нас идет Вот этот кабель у нас Идет сюда А вторая часть тоже к станку идет Там есть специальное гнездо Он сзади Сейчас покажу Так Вот Вот Она Сзади Есть гнездо В общем Так Станок На ножках На таких Не знаю из какого материала Пластиковые Так Вот Вот Сюда 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 Крепится Сюда Сюда Включается Вот Этот Вот Я убрал уже Автоматический Как он называется Регулятор Этот Шпинделя Вот Сюда Крепится Так Тут Как-то Так Наверное Да Так Ну и это сетевой Так А вот Этот Параллельный Порт К компьютеру Этим шнуром К компьютеру Ну и естественно На компьютере Должно быть установлено Программное обеспечение Так Сейчас Ощу Посмотрю Переверну его Кверх ногами Вот Я его перевернул Кверх ногами В принципе Ничего тут такого И нету Здесь Резьбовой вал Который Соединен Шаговым двигателем Ножки Вот Этот шлейф Для того чтобы Провода не перетирались Ну вот Как-то так Вскоре будем проверять На практике Работу этого устройства Всем хорошего настроения И до новых встреч